В этом году из-за дождей по всей стране не урожай меда. В сотах только сейчас созревает первый сбор, хотя обычно полакомиться сладким гентарем можно было уже в середине июня. Пчеловоды подсчитывают убытки, а насекомые наверстывают упущенное время и усиленно собирают нектар. Аки пчелка трудилась и Анжела Брик, она собрала для нас факты, почему не стоит гнаться за свежим медом. Так у нас пчелы обычно выглядят в середине июня. Поэтому отставание идет недели на три, может быть, на месяц даже. Трудиться пчелам сейчас приходится изо всех сил. Стараются наверстать упущенное время. Из-за непогоды насекомые оказались в отстающих. Ведь они, как никто, метеозависимы. В холодные дождливые дни обитатели ульев не собирают, а наоборот поедают мед. Нектар вымывается из цветов, и, соответственно, просто в цветах нет нектара. Дождь заканчивается, нужно где-то часа 3-4 для того, чтобы цветок снова наполнился нектаром. Соответственно, солнышко выглянуло, пчела еще пока не работает. В вынужденном отпуске трудолюбивые насекомые просидели весь май и июнь. Поэтому сейчас, нагоняя упущенные сроки, трудятся в авральном режиме. Ведь нектар им нужно успеть не только собрать, но и обработать. Из сот пчелы выпаривают лишнюю влагу. Это две или три недели. И только после этого мед готов к употреблению. Совершенно 100% готовый мед. Ну и вот эту рамку практически можно брать уже на откачку. Пчеловодство – очень нестабильное ремесло, говорит Анатолий Иванович. Пасечник с 45-летним стажем. Прошлый год был на редкость удачным. Но повторить рекорд на этот раз, увы, не удастся. Некоторые пчелосемьи давали даже до 100 килограмм товарного меда. А в этом году? А в этом году, к сожалению, такого уже не будет, конечно, как в прошлом. Но все равно я надеюсь, что хотя бы килограмм по 20 семья даст в среднем. У пчеловодов сейчас одна надежда, что лето все же придет на Урал. Если солнечная погода продержится хотя бы две недели, пчелы успеют наверстать упущенное. Ведь от графика отстает вся страна. Обычно в медовой лавке свежим медом начинают торговать в июне. Но первый мед из Сибири привезли только сегодня. Тайга. Раннее цветение растения дягель. Такие высокие дудники до 4 метров высотой. Вот он цветет. Вот мы можем его наблюдать. Тем временем продавцы уже готовятся повышать цены. Раз меда будет мало, то и стоить он будет дорого. Но гнаться за свежим урожаем специалисты не советуют. Оказывается, мед чем старше, тем лучше. Ценители меда ценят мед зрелый. Специалисты иногда даже приходят и спрашивают, нет ли у вас меда, которому лет 5. Он проходит ферментацию. Все процессы видно у старого меда, что вот он уже загустел. Для здоровья он даже больше принесет вам пользы. Не стоит переплачивать за свежий мед и еще по одной причине. Именно его чаще всего подделывают. Вместо полезного сладкого янтаря можно купить обычный сахарный сироп. При этом проверить подлинность продукта в домашних условиях невозможно. А вот загустевший мед старого урожая подделать невозможно. Анжела Брик, Влад Клупаев. Главные новости Екатеринбурга.